Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1130. Событие дня. Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего за 19 января 2019 года». 19-е – это у нас крещение Господа нашего Иисуса Христа или Богоявление. А я называю начало всемирной проповеди Христа. И через три с половиной года после распятия Христа ещё 50 дней пройдёт до Дня Пятидесятницы. И вот тогда будет откровение миру. Кто такой был Христос? На разных языках они заговорят. Богоявление – это Христос перед миром явился. Христос сам говорил, для вас лучше, если я уйду. То есть День Пятидесятницы. Так вот по смыслу. Нельзя одно от другого отделять, конечно. Но так уже получилось, что оно выше всего. День Пятидесятницы для спасения. Ну, если не было предыдущего рождения, пророчества, ничего бы вообще не было. Но так вот и говорит, уже привыкли мы объявления. Сестра умерла, и дети вот четверо. И думаем, что может у кого будет желание помочь от отпевания её. И вот как кто собирает деньги, если кто пришлёт. И пишет мне Марион Майер. Непонятно, мужчина или женщина. И пишет. Вперёд с английского на русский, технический такой. Мне нравится смотреть ваши видео, но я не могу хорошо понять Россию. Россию или русского. Но я вижу, и это так приятно для моей души. Наилучшее пожелание от такого-то. Я пишу. Говорите, какие духовные материалы вам нужны. Заходите по скайпу с кем-либо из русских. А потом я буду вам посылать очень полезные материалы на английском или на немецком языке. Вот правила общения по скайпу. Ну, дальше я пишу, когда всё записывается. Что здесь получается. Наталья Щернова. Она была в лагере с сыном Илюшей. Мир вам, Игнатий Тихонович. Поздравляю вас и всю вашу общину с праздником крещения и Богоявления. Пусть Господь продлит ваши годы и даст вам здоровья для вашего подвига. Служение Богу. Смотрела ваше благовестие. Как всегда, замечательно. И улыбнулась, когда в конце вы сказали, что это не на ёлке, а верующие люди собрались. Евангелие, как пирожки горящие разлетелись. Слава Богу за всё. Ну, вот так получилось. Приехал батюшка утром у нас, отец Айкин. Прошло богослужение, освящение воды. Да, потом стали собираться Володя, Игорь Добунов, Сергей Пупков. А я Володе говорю, меня-то возьмёте? Так поехали. Ну, я рад тогда. Собрались, тут не так и далеко. Наложили Евангелие. Сколько, не знаю. Но, судя по сумкам, по-прощим, примерно 500 с лишним было. 500. Всё раздали, и при том очень быстро. Видно, как люди брали. А я повторял всё время празу. Евангелие новое. По благословению патриарха Кирилла изданное. Специально, крупным шрифтом для престарелых. А это как раз стоят люди такого, дай мне, дай мне. Ну, даже некоторые по два просили, им дали. Ну, вообще, я всё считал, сколько примерно. Потому что в трёх машинах было четыре коробки. Так что, я сейчас вот достал Евангелие дома, у меня запасные были. Запасные, это четыре пачки, 20, 80 Евангелий лежало у меня. Ну, и четыре коробки, 4,8, 320. Ну, и две сумки, да ещё там было. Около 500. Так, я думаю. Ну, уже сколько люди будут считать, один только Бог знает. Дать Евангелие такое, это очень много значит. И обычно бывает, кто-то нападает, какие-то слова говорят. Ни одного не было нигде. А уже внизу стоят, а машина-то наверху. Там я по лестницам всё поднимался, Володя заснял. Ну, кое-где маленькие ролики. Их отсылаем сейчас мы в администрацию, чтобы там слепили их. Будет ещё один ролик. Два уже выставили. Ещё один будет. Вот сидел бы дома, ничего этого не было. Пораздавали. В каждое Евангелие братья вложили свои визитки. Вот этот день субботний прошёл, как воскресенье. Такое праздничное. Водосвятие. Батюшка кропил тут водой. Потом воду разбирали. Это всё заснято. Всё заснято. Ну, а вечером в субботу у нас что было? Это за субботу, 19 января 18-го года. Тут такого-то ничего не было. Ну, богослужение полное было, долго. А потом я собрал, из-за одного тут юноша пришёл. Ему оказалось 20 лет. Тоже ролик будет, я записал. О том, что у кого дождь, потеряешь сон. Береги её. Ну, и вот так. Это почти. Почти что всё. Обратно шёл митрополит. Это меня очень тронуло. Свита, крестный ход. Много священников было. Впереди там хористы прошли. А я вперёд так прошёл с сумками. И он идёт. Он сразу строй нарушил. Он так посередине шёл. А по краям священники солидные такие его. Как будто охрана какая. Увидел, руки раскинул, заулыбался, обнял. Трижды поцеловались, как на Пасху. Ну, ладно, я тогда отойду в сторонку. Это неудобно как-то тут уже. Всю процесс всё остановили. Ну, видно его расположение. А мы за него молимся. И Бог дал его нам, этого митрополита, в утешение. До этого были нехорошие отношения. Был епископ такой. Вот. А теперь вот у нас так. За глаза ничего не перессорили. Сохрани, Господи, его и помилуй. Это всё у нас в одном дне. А дальше, что у меня хозяйство. Тут в комнате три кошки и два голубя. Их вместе никак нельзя. Значит, кошек под пол запираю, голубей выпускаю, а они уже яйца снесли. Уже три дня, третий день парят, называется, насиживают. Тоже. Слазить надо на крышу покормить. Тут воробьёв, жуланов, семящик дать. Ну вот так как-то всё это идёт. Всё надо, всё интересно. Всё такое простое. А там столько знакомых было. Подходит. А мы ваши ролики смотрим каждый день. Редактор газеты Алтайского государственного университета Клименко Владимир Фёдорович. Там предисловие к истинному православию. Я ему благодарность выношу. Толя Балеевич. Это показалось мне, он ниже ростом стал. И он редактор одновременно церковной алтайской миссии. Очень хороший человек. Подошёл из органов, один меня знает, поздоровался. Ну, разные-разные люди, и всё подходят, здороваются, знакомые. Ни один год так не было. А эти на льду были, Володя всё снимал. Там пели, там акафисты какие, холодновато. А Тесаким среди них был, митрополит, и священников много было. Вот события-то дня какие сегодня особенные. Я сюда-сюда сновал, носил. Тяжело всё было, но приятно. Приятно. Кто-то будет считать. Говорит, да, никто не будет считать. Ну, Бог его знает. Будет. Так как сказать-то? Совсем что, 500 евангелий раздали, никто считать не будет? Не знаю. Ещё не могу сказать, конечно. И тем более визитки дали наши. А везде интернет, а там интернет. Повторяю, кто мне звонит, звонит ли, я не отвечаю никому. Пока человек не алокает, а прямо говорит. Я звоню такой-то, и по такому-то вопросу. Всё. Тогда я подам голос. А так я не отвечаю. Зачем отвечать? Потому что начинают специально лезут, ругаются. И мне зачем это? Среди ночи звонят круглосуточно. Раньше так не было. Сейчас очень часто такое хулиганство. Поэтому я не отвечаю. Они думают, никого нет, и на этом всё. Так что речь касается и вас. Когда вы звонить мне собираетесь, сначала подумайте. Сразу только видно, что прерванный звонок. И начинаете говорить, хотя никого не слышите. Не ждите ответные мои слова. Их не будет. Будет тогда, когда пойму, что это звонит человек по надобности. Вот так. Я не пойму, что-то холод в ноги. А, вот, что открывал. Ну и показать свои ресурсы немножко хотя бы. Вот. Так, сейчас ни слова не говорите. Полная тишина, Володя. Тихо. Алло. Алло. Вот как раз про это-то и говорили. Всё на этом. Так я не показал. Вот письмо пришло Мне от Стива и Марга Только сейчас Я посчитаю его Хорошее письмо прислал Могу даже прочитать О детях заботиться И проще У меня закачка идет События дня До утра будет качать еще сутки И сильно ты не откроешь Но мой мир Мой мир это Вот здесь сейчас я посмотрю Может открою что показать Вот она видно что крутит А дальше не идет Не тянет Это бесполезное дело Ну показать форум Форум еще есть И вот идет загрузка События дня Созагрузка А это вот идет Православный наш видеоканал Вот он как выглядит Ну и попутно В Осетии Библии Православный библейский сайт Все на этом